С момента, когда Советский Союз прекратил существование за пределами России, оказались около 30 миллионов наших соотечественников. В настоящее время русских можно встретить в любом уголке земного шара. И все же большинство проживает на территории соседних государств – Украины и Беларуси. На территории Харьковской области проживает сегодня, только задумайтесь, миллион пятьдесят тысяч русских, вполне сопоставимо с населением нашего региона. Харьков был основан в 17 веке. Ученые до сих пор спорят о точной дате. В одних источниках указан 1654 год, в других – 1656. Отправной точкой в истории города стала крепость, где сегодня располагается Покровский собор. Институт Гэллопа, например, говорит, что на Украине 82% людей, граждан, считают русский язык своим родным. Здесь, я думаю, в Харькове еще больше. В 1995-м было образовано Русское национально-культурное общество города Харькова. Оно объединило творческую и научную интеллигенцию. 20 лет они ведут работу по сохранению русских традиций и культуры. Сегодня это уже полторы тысячи харьковчан. Под эгидой общества реализуются 35 проектов. Уже три года поддерживается администрация Курской области по программе поддержки российского соотечественника. История неразрывно связывает наши народы. 23 августа Курская битва закончилась именно освобождением города Харькова. Дергачевский район в 43-м. Здесь на высоте 197 метров располагался командный пункт маршала Конева. 22 августа был отдан приказ о ночном штурме города. Уже в 12 часов следующего дня Харьков освободили. 10 лет назад здесь отстроили заново целый мемориальный комплекс, часовню и музей, рассказывающий об ужасах войны, освобождении города и Великой Победе. Преподаватель истории Сергей Потрошков руководит военно-патриотическим клубом. Его участники реконструируют события тех лет. Я думаю, что это важно для молодежи. Потому что, ну это что ли позволяет определенный дух сохранить у молодежи. Знаете, уважение. Уважение к прошлому, это уважение к себе. Бережно хранят историю в селе Русская Лозовая Дергачевского района. В местной школе с 1982 года работает музей. Ее директор – член Русского национально-культурного общества. Еще в середине 80-х занялся поисковой работой. В начале в архивных документах он нашел историю жизни деда. Потом приступил к поиску односельчан. В 92-м году, 9 мая, благодаря поисковой работе моей и при помощи учащейся школы, были установлены ограниченные стелы, на которых было увековечено 278 жителей села, павшие в годы войны, и 70 воинов, погибших при освобождении села в августе 1943 года. Было установлено два неизвестных солдата. Список фамилий пополняется сегодня, их 291. Но точка не поставлена, ведь в 40-е на фронт ушли 620 жителей села. 326 пали смертью храбрых. Чтобы нынешняя молодежь помнила и чтила нашу историю, культуру Генеральное консульство России подарило школьной библиотеке книги. Среди них и издания, посвященные Курской области. А эти задорные девчонки на страже народных традиций. Образцовый театр, песни и танцы «Забава» с 20-летней историей. Когда они поют песню русскую или вообще народную песню, они совсем другие. Они очень чистые, они очень открытые дети. Забава – постоянный участник крупнейшего фестиваля «Талица», созданного по инициативе Национально-культурного общества. Фестиваля у нас получается четыре. Один у нас вот такой самый большой, который – это фестиваль открытый, международный фестиваль русского народного творчества Слободского края «Талица». Это самый мощный фестиваль, где собирается до тысячи и более участников, которые показывают свое творчество, показывают свое умение в разных жанрах. Это и вокальный, и хореографический, и песенный, и хоровой жанр, и цирковой жанр. Ну, все жанры. И гулять мы пойдем, и ледецы погрызем. Облюбляться. Облюбляться. Облюбляться подождем. И не только на фестивалях. Вот так запросто народные напевы можно услышать посреди городской суеты. В 1960 году на базе местного Дома культуры был образован хор русской песни. Шло время, коллектив приобрел статус народного. Участники создавали семьи, растили детей и внуков. И пели. Люди хотят петь. И хотят петь не просто, как и эта песня, а русские. И в хоре, ну, по молодости еще, когда было несколько свадеб. Самая последняя свадьба была в этом году. Что может быть более русским и народным, чем ложки? О них знает все Валентина Беленькая, художественный руководитель и дирижер образцового оркестра народных инструментов. Он создан на базе Комсомольского поселкового дома культуры Змеевского района Харьковской области. Кстати, костюмы для детей – это подарок от Русского национально-культурного общества. Лауреаты и дипломанты различных конкурсов. С годами тяга к творчеству не угасла. Теперь это отдельный коллектив под названием «Реприза». У нас семейные посиделки – это вот взрослый оркестр «Реприза». Вот это и есть наша семья. Классика жанра – ансамбль «Глория» 13-й музыкальной школы города Харькова. Они – постоянные участники и победители детско-юношеского фестиваля русской классической современной музыки «Ландыш», посвященного Великой Победе. Впервые его провели в 2001-м. В нынешнем году фестиваль собрал 450 талантливых ребят из 25 городов Украины, России, Беларуси, Молдовы, Прибалтики. Мы приглашаем ветеранов, людей, которые видели всю эту жуткую ситуацию в те годы и которые до сих пор знают, что мы их помним, мы их любим, мы им посвящаем наш фестиваль, мы им посвящаем стихи, победу. Наше общее достояние и литература. В специализированной русской школе номер 17 в Харькове есть музей Сергея Есенина. По-осеннему кычет сова, Над раздольем дорожной рани Облетает моя голова, Куст волос золотистый вянет. Эти строки Есенин написал в Харькове весной 1920 года. Он приехал сюда с другом Мариингофом. Ненадолго, но успел провести здесь несколько литературных вечеров. Беремок театральный. Вот это театр, театр имени Шевченко, тогда назывался народный театр, где выступал Есенин. С одной стороны Пушкин смотрит лицом на улицу Пушкинскую, а с другой стороны Гоголь на Сумскую, на театр украинский смотрит. И вот здесь в скверике Есенин читал богохульные стихи. Собравшимся его чуть не побили. И благодаря матросам, собственно, ему удалось избежать неприятностей. Фотографии, атрибуты времени, собрания сочинений, газетные вырезки, сувениры, книги мы даже нашли в музее-издании, посвященном Курску. Сегодня здесь, в театральном переулке в Харькове, где когда-то выступал Есенин, уже современные поэты читают свои стихи. Литературная студия Нива готовится к выпуску первого альманаха «Русское поле». Я жизнь люблю за всю непредсказуемость, за жизнь и смысл, неясный до конца, за ложе правду, за покой и суетность, и за любовь, разящая сердца. История, традиции, культура. Да что говорить, у России и Украины общие корни, ведь порой нас связывает кровное родство. Сказать, что мы побывали в гостях, честно говоря, язык не поворачивается. Тепло, уютно, по-семейному. В общем, как дома. Кстати, в вопросах трепетного отношения к национальной истории и бережного сохранения культурных традиций. Нам, русским в России, есть чему поучиться у русских за рубежом. Редактор субтитров А.Семкин